День без табака. Именно так ознаменовали дату 31 мая в Сочи. Уже с утра на площади Флага специалисты Центра медицинской профилактики предлагали обменять сигарету на конфету, а также обследовали всех желающих и давали консультации. Тут же можно было записаться на прием к специалисту, помогающему бросить курить. Причем бесплатно. Лечение эффективно довольно. В процентах где-то 90%. Если человек готов, прежде всего, человек должен быть готов к тому, чтобы избавиться от курения. Но в том-то и проблема, что готовы не все. Кроме того, не все готовы вдыхать вредный дым. Это уже речь о некурящих. Такому человеку бывает нелегко в соседстве с курильщиками. В Сочи в этом плане ситуация лучше, чем в других городах. Курорт объявлен городом, где сказали нет курению. Сочи стал инициатором внесения законопроекта в Госдуму о запрете курения в общественных местах. Он был одобрен и четко определил места, где дымить запрещено. А вот как соблюдается это правило в городских зонах отдыха, проверили сегодня сотрудники УВД Центрального района и волонтеры. Участковые составляли на курильщиков протоколы, уведомляя их о нарушении закона. Мы совершаем административное правонарушение, ответственность за которое будет усмотрено статьей 6.24. Памятки, где нельзя курить, размещены во всех общественных местах. Есть они и в транспорте. Пренебрежение ими может неприятно ударить по кошельку. Только в текущем году нами было зафиксировано более 5000 таких административных правонарушений. То есть это статья 6.24, часть первая и часть вторая. Соответственно, штраф предусмотрен от 1000 до 3000 рублей. Точной статистики по числу курильщиков и тех, кому удалось побороть эту привычку, в Сочи нет. Почитать непросто. Однако, как отмечают врачи, почти половина из тех, кто намеревался отказаться от табака, сделали это. Изменения заметны и туристам. И это немаловажно. Ведь чистый воздух – одна из главных достопримечательностей, ради которых едут в Сочи. Дина Отман, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.